Этот дом на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная можно смело назвать одним из известных долгостроев Саратова. О возведении современного жилого комплекса здесь заговорили в начале 90-х прошлого века. По проекту здание отвечало всем последним строительным новинкам. Балкон или лоджия в каждой квартире, два лифта, грузовой и пассажирский, крышная котельная. Дом на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная должен был появиться в 2008 году. Однако в этом году как раз и остановилась стройка. К этому моменту строители возвели только три этажа. И вот спустя 8 лет строительство вновь продолжилось. Сроки строительства дома для них стали тяжелым испытанием. Многие дольщики вложили все свои сбережения в новые квартиры. Но заселиться сюда так пока и не смогли. Елена Елистратова говорит, что квартиру здесь они должны были получить, когда ее сыну было 7 лет. Сейчас ему почти 30. В связи с тем, что мы сдали трехкомнатную квартиру и еще за одну трехкомнатную мы заплатили деньги, по суду, по арбитражному нам на данный момент должны выплатить с этого участка 52 тысячи рублей. Ну, сами понимаете, какое это, какие это. Сейчас ждем более-менее нормальных результатов. В ближайшее время состоится арбитражный суд, который должен закрепить право дольщиков на жилье в этом доме. Адекватного решения ждут все 143 пайщика. Жилищно-строительная компания, начинавшая возводить дом, официально объявлена банкротом. Заканчивать строительство будет другая. Уже нашли подрядчика и провели необходимые работы по возобновлению стройки. Проблем у нас никаких нет совершенно. И вот эти все правовые нормы, которые разрешены будут к концу января, они поставят точку. Все войдут членами ЖСК «Наш дом на Шелковичный», полноправными членами. И также будут участвовать в софинансировании этого дома и строительстве этого дома. Чтобы закончить строительство долгостроя на Шелковичный, необходимо еще 300 миллионов рублей. Эту сумму должны собрать дольщиков, которые и так вот уже четверть века не могут заселиться в свои квартиры. Павел Фитилев, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.